старт принимает член нашей национальной сборной александр фоминов на лошади по кличке мартин вот немножко грубо всадник принимает лошадь поэтому получается повал немножко поздно он это сделал мартин непростая лошадь я бы даже сказал сложно александр тем не менее довольно хорошо с ней справляется и уже выступает по трем звездам не все получается но нужно учитывать что этот третий день соревнований лошади устали после полевых испытаний мы видим небольшое сопротивление лошади что приводит к неприятным повалом как известно в тройборе как и в конкуре за повал всадник получает четыре штрафных очка что в сумме с полевыми испытаниями манежной ездой отодвигает всадника дальше от призовых мест здесь перед системой немножко рисковато всадник выслал лошадь поэтому также получился повал александр закончил свое выступление а к старту готовится российская осадница егения высоцкая она выступает на лошади эклер де амур видим что лошадь довольно высоко поднимается что очень хорошо небольшое сопротивление да и вот здесь садница ошибается что приводит к такому неприятному последствию самаршадь сильная и и тройбей достаточно неплохо для тройборя. Здесь садницы не имеют никаких проблем. Если бы не досадные ошибки всадника, то эта лошадь без проблем могла отпрыгать без штрафных очков. Я думаю, всадница это понимает. На старте член нашей национальной команды Роман Воронько. Он принимает старт на лошади по кличке Дервиш. Лошадь неплохо выезжена. Роман много принимал стартов не только в тройборе, но и в конкуре, поэтому для него не составляет труда преодолевать этот конкурс. Увидим, всадник грамотно проходит по дистанции. Да, здесь небольшая ошибочка была, но лошадь выручила. Здесь уже не получилось. Очень близко подошел к системе, поэтому получился повал. Тем не менее, лошадь старается. Для третьего дня достаточно свежо выглядит. Осталась заключительная связка. Да, очень правильно все. Хорошо, один повал, но это неплохой результат на тройборе. На старте всадница из России Силакова Татьяна на пиропластину. Видно, что лошадь немножко подустала. Но сопротивление она оказывает меньше, чем предыдущая российская всадница. Видно, лошадь более уравновешенная. Садница без проблем преодолевает конную систему. Да, всадница не испытывает проблем. Это хорошая лошадь, хорошая выездка лошади. Поэтому она без проблем проходит дистанцию этого маршрута. И не имеет штрафных очков. На старте Сиваков Виталий. Он также представляет Россию. Довольно крупная лошадь для троеборья. Видно небольшое сопротивление. Садник пытается принять лошадь. Не всегда это получается. Из-за этого получается повалота. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Быстро он приблизился к двойной системе. Лошадь не успевает поднять задние ноги. поэтому это четыре штрафных очка закончил неплохо на старте Альберт Халиков на лошади Арголис Токио на этот всадник уже выступает в три звезды длинной программы видно что у всадника хорошая посадка он грамотно водит лошадь по маршруту но видно лошадь немного подустала к третьему дню поэтому достаточно хорошо работает передними конечностями тем не менее всадник старается и пытается сделать все чтобы совершить наименьшее количество повалов опытный садник грамотно проходит маршрут видно да все таки усталость дает о себе знать к старту готовится опытный садник Андрей Митин на лошади по кличке Гюрза он является лидером соревнований если он пройдет маршрут не имеет штрафных очков безусловно он выиграет ну к тому же у него большой запас он может делать несколько повалов я думаю он этого не сделает потому что всадник как я уже говорил очень опытный небольшая но тем не менее энергичная лошадь довольно таки аккуратная мы видим как четко лошадь принимается и слушает всадника все команды всадника отличнейший результат для этого всадника очередная победа с чем мы его и поздравляем и и и и и и